Давайте продолжим наше занятие. И сейчас рассмотрим шестое свойство измеримых отображений, или что тоже самое случайных величин, которое связано с замкнутостью класса измеримых отображений относительно простейших арифметических операций. Выглядит это свойство так. Так, пусть в нашем распоряжении есть функции кси от омега и это от омега, о которых мы знаем, что обе эти функции измеримы, то есть обе они являются случайными величинами. Тогда такие функции, как кси плюс это, кси минус это, кси умножить на это и кси поделить на это, также являются измеримыми, то есть являются случайными величинами. Здесь единственное естественное ограничение, что вот эти функции кси и это должны быть такими, что выражение типа бесконечность минус бесконечность, бесконечность делить на бесконечность, и, например, какое-то число а делить на 0 запрещены. То есть не допускаются неопределенные выражения. Как это свойство можно доказать? Ну, по предыдущему свойству, по свойству номер 5, у нас существуют такие последовательности простых случайных величин кси-энтэ от омега и это энтэ от омега, что выполнены вот какие соотношения. Кси-энтэ у нас сходится в кси, а это энтэ сходится в это. Например, стремящимся к бесконечности. Напоминаю, что последовательности кси-энтэ и это энтэ содержат простые случайные величины. Тогда совершенно очевидно, что кси-энтэ плюс это энтэ равно как и кси-энтэ минус это энтэ будут сходиться к кси-плюс это, кси-энтэ умножить на это энтэ будет сходиться к кси умножить на это. Ну и вот такая хитрая последовательность кси-энтэ делённая на это энтэ. Ну давайте я напишу так. Кси-энтэ от омега, это энтэ от омега, плюс, ну скажем, единица делённая на энт, умноженная на индикатор множества тех омега, на которых это энтэ равно нулю, это энтэ от омега. Вот такая последовательность. Она будет сходиться к кси от омега, делённая на это от омега. Вот такая конструкция здесь в знаменателе возникла для того, что мы запрещаем знаменателю обращаться в ноль. То, что это случайная величина такова, что мы на ноль делить не можем, это само собой, это в условии. Ну а это энтэ может быть какое угодно, и чтобы вот нам не мешало то, что, возможность, что она будет равна нулю, мы вот такую конструкцию громоздим. Здесь вместо единицы на энт мы можем поставить любую числовую последовательность, которая сходится к нулю. Теперь давайте внимательно посмотрим на то, что мы здесь написали. Вот во всех вот этих соотношениях справа от вертикальной черты в левой части стоят простые случайные величины. Значит, вот эта простая случайная величина, эта простая случайная величина, и эта простая случайная величина. Для нас здесь важно, что это случайные величины. И по свойству номер 4 предел последовательности случайных величин, то есть вот такое выражение, такое выражение, и такое выражение снова являются случайными величинами. Таким образом, класс измеримых отображений оказывается замкнутым относительно простейших арифметических операций. Ну и для того, чтобы лучше понять, что такое случайная величина и что означает свойство измеримости, давайте рассмотрим вот такую задачу. Задача привести пример функции кси от омега такой, что кси от омега не случайная величина, а кси в квадрате от омега случайная величина. Единственное предположение, что все дело происходит на вероятностном пространстве омега АП, ну, где сигма алгебра А не совпадает с множеством всех подмножеств множества омега. Вот при таком дополнительном условии нужно привести пример такого отображения. Выглядит оно ну, довольно очевидным образом. Давайте мы рассмотрим множество А, которое не является элементом сигма алгебры. Поскольку выполнено у нас вот это вот условие, такое множество существует. И случайно, извините, и функцию кси от омега мы определим вот таким вот образом. Это ну, как бы индикатор множества А. Единицы, если омега принадлежит множеству А, и минус единица, если омега не принадлежит множеству А. Тогда что же мы наблюдаем? Ну, вот давайте посмотрим вот на какую ситуацию. Множество, состоящее из единственной точки равной единице, множество точек на вещественной прямой является Боррелевским. Ну, и давайте посмотрим на кси минус первое от вот этого самого множества, которое состоит из одной точки, равной единице. Что это такое? Это множество тех омега, кси от которых равна единице. Но это множество по определению функции кси есть А, а оно выбрано так, что оно не принадлежит седьмой алгебры А. Таким образом, отображение кси не удовлетворяет определению случайной величины, стало быть, кси не является случайной величиной. Теперь давайте рассмотрим отображение кси в квадрате от омега. Для всех омега эта функция принимает значение одно и то же равное единице. Ну и поэтому давайте мы рассмотрим какое-то Боррелевское множество В такое, что единица в него входит и тогда давайте я так напишу кси в квадрате минус первое от В очевидным образом по определению такой постоянной функции это есть все множество элементарных исходов оно по определению любого сегма-алгетра является элементом сегма-алгетра. Теперь если же мы возьмем В таким, что единица не входит в это множество В, то тогда сегма-алгетра минус первое прообраз такого образца В это пустое образство которое тоже является элементом сигналы В А. Таким образом мы требуемый пример построили замечательно ну вот перейдем дальше продолжаем итак пока все о чем мы говорим происходит в рамках вот такой модели здесь множество элементарных исходов Омега может иметь очень сложно визуализируемую структуру я уж не говорю про сигма-алгебру его подмножеств ну и что такое вероятность на этой не пойми какой сигма-алгебре трудно очень осознать ну другое дело что мы довольно уверенно описали логически свойства этих объектов теперь вот у нас есть случайная величина кси то есть отображение которое множество элементарных исходов Омега переводит в R значит если мы теперь озаботимся описанием уже не кси не как функции элементарного исхода а озаботимся описанием статистических закономерностей поведения кси где нас будет интересовать уже не значение кси на конкретном Омега а значение этого уже значение кси от Омега как элемента вещественной прямой естественно мы что-то потеряем какую-то информацию о функциональном виде кси от Омега мы потеряем но зато мы сможем более понятно описать на более понятном языке в более понятном виде мы сможем описать статистические закономерности поведения кси смотрите в нашем распоряжении наряду с базовым вероятностным пространством есть измеримое пространство РБ так вот давайте мы попробуем на вот этой самой седьмой алгебре Б определить какую-то там вероятностную меру П которая связана с случайной величиной кси и аккумулирует в себе информацию о статистических закономерностях поведения уже значений кси которые лежат как я уже много раз говорил в Р давайте мы вот эту меру П кси на Боррелевской сигмалгебре Б определим вот каким образом для произвольного Боррелевского множества Б мы меру П кси определим как вероятность из исходного базового вероятностного пространства как вероятность П от множества омега таких что кси от омега попало в Б ну и каким-то образом мы эту самую вероятность П кси здесь определили пометьте себе пожалуйста что вот эта тройка называется вероятностным пространством индуцированным случайной величиной кси повторяю здесь уже первые два объекта Р и Б вполне себе понятны мера П кси формально определена тем соотношением которое вот справа стоит но тем не менее не совсем удобно ее ну если угодно разглядеть вот для того чтобы это было более удобно давайте мы введем функцию Ф кси от х для любого вещественного числа х аргумента х мы определим ее как меру П кси от вот такого множества полупрямой от минус бесконечности до х ну или что то же самое вероятность из базового вероятности пространства множество тех омега кси от которых меньше х ну и вот это выражение можно условно если угодно жаргонно написать как вероятность того что кси меньше х замечательно пометьте себе пожалуйста что функция ф кси от х называется функция распределения случайной величины кси ну и теперь давайте посмотрим какими свойствами обладает вот такая функция фкси от х ну нулевое свойство которое само собой должно считаться разумеющимся фкси от х определена для любой случайной величины кси ну это понятно потому что вот это множество является Боррелевским по определению случайной величины кси и стало быть извините значит это множество является элементом базовой сегма а на которой определена вероятность п в исходном вероятности пространстве стало быть кси от х определена первое свойство оно довольно очевидное значение функции распределения лежат между нулем и единицей включая возможно ну и единицей почему да потому что f это вероятность всякий раз вероятность лежит между нулем и единицей второе свойство если если х меньше у то f x не превосходит f x от y ну как в этом убедиться давайте здесь справа будет писать множество тех омега на которых x от омега меньше у это есть объединение двух множеств омега таких что x от омега меньше x и множество таких омега x от которых попало между x и y вот эти два множества это и это не имеют общих точек поэтому вероятность их объединения будет равна сумме вероятности поскольку вероятность неотрицательна мы получаем требуемое неравенство третье свойство f x от x непрерывно слева то есть если у нас имеется последовательность числовая x n которая монотонно сходится к точке x то тогда f x чуть дальше мы прокомментируем это свойство дальше четвертое свойство если x стремится к минус бесконечности то предел функции любой функции распределения равен нулю если x стремится к плюс бесконечности то предел функции распределения любой равен единице свойство номер три и свойство номер четыре вытекают из свойства непрерывности вероятностной меры на последовательных последовательностях событий ну и вот давайте посмотрим на пример для того чтобы понять откуда берется например непрерывность функции распределения слева пример рассмотрим случайную величину которая принимает два значения нуль и единица каждый из них с вероятностью одна вторая ну вот такая простейшая случайная величина как выглядит ее функция распределения вот я нарисую ее график график функции распределения это нуль это координатная это х здесь у нас где-то единичка и здесь у нас где-то единичка для тех х которые лежат левее нуля функция распределения равна нулю ну потому что меньше нуля эта функция может быть с нулевой вероятностью более того какова вероятность того что кси меньше нуля посмотрите она ведь равна нулю с вероятностью одна вторая а меньше нулю она быть не может значит тоже это нуль дальше между нулем и единицей это вероятность эта функция равна одной второй опять здесь у нас стрелочка здесь точечка ну и правее единица эта функция всюду равна единица вот так выглядит функция распределения вот такой простейшей случайной величины и сразу понятно откуда берется непрерывность функции слева кстати если бы мы определили функцию распределения не так как мы это сделали а вот таким вот образом как вероятность того но я с вашего позволения не буду все подробности выписывать просто напишу вероятность того что кси меньше равна ес то тогда вот эта функция была бы уже непрерывной справа интересно заметить что в русскоязычных источниках по теории вероятности функция распределения определяется ровно так как мы это сделали с помощью строгого неравенства в этом месте а вот это определение приводит в учебниках и других источниках англоязычных от замены строгого неравенства нестрогим меняется ровным счетом только направление ну грубо говоря непрерывности функции распределения ну давайте мы с вами договоримся что для нас функция распределения всегда непрерывно слева если это особо не оговорено хорошо идем дальше рассмотрим теперь случайную величину которая принимает вот какие значения я их для простоты буду считать что все они упорядочены вот таким вот образом х1 х2 и так дальше с вероятностями соответственно p1 p2 и так дальше как выглядит ее функция распределения ну давайте опять я попытаюсь ее нарисовать с вероятностями это кардинал оси вот я рисую это у нас х1 это у нас х2 предположим что здесь х3 х4 и так дальше левее левее маленького своего значения функция распределения равна нулю включая вот это значение само дальше функция распределения претерпевает скачок и величина этого скачка равна p1 то есть вероятности с которой она примет значение х1 точно так же когда мы доходим до х2 мы снова наблюдаем скачок функции распределения и величина этого скачка уже будет равна p2 и так далее и так далее я с вашего позвонения много рисовать не буду это p3 здесь у нас будет p4 ну и так далее где-то она там уйдет в единицу что это за случайная величина а мы с такими случайными величинами уже сталкивались действительно если случайная величина дискретна то есть она может быть представлена вот в таком вот виде кси от омега это есть сумма по и х ито индикатор а ито от омега где а ито ажитое не имеет общих точек и в объединении дают все множество элементарных исходов то график вот такой вот график функции распределения такой случайной величины как раз будет ровно таким как мы его нарисовали мы такие случайные величины назвали дискретными и соответственно функции распределения вот такие как нарисовано то есть такие кусочно постоянные функции мы тоже будем называть дискретными дискретно функции распределения сразу раз уж мы тут заговорили о скачках функции распределения такой интересный вопрос я наверное ничего писать не буду сейчас вопрос вот какой скажите пожалуйста а каково множество возможных скачков функции распределения может ли оно иметь мощность более чем может ли оно быть более чем счетным ответ нет почему да потому что все скачки всегда мы можем перенумеровать любая функция распределения может иметь ну например не более двух скачков величина которых превышает одну вторую не более четырех скачков величина которых лежит между 1 и 4 и 1 и 2 не более восьми скачков величина которых лежит между 1 и 8 и 1 и 4 и так дальше то есть мы получаем алгоритм согласно которым мы можем все точки скачков если они есть просто перенумеровать таким образом любая функция распределения не может иметь более чем счетное множество скачков а вот чтобы провести дальнейшую классификацию функции распределения нам понадобятся более такие серьезные изыскания и нам нужно познакомиться с понятиями мера либега и интеграла либега это отдельная песня и ну честно говоря вот мне бы не хотелось прерывать разговор на середине ну давайте я попробую сейчас ограничиться тем что я опишу схему построения меры либега и так мера либега мы будем строить меру либега поэтапно принципе нас будет интересовать измеримое пространство вот такого вида и эту меру мы будем задавать вот на таком пространстве для начала рассмотрим измеримое пространство вот такого вида в качестве базового множества возьмем множество 0 1 отрезок 0 1 а в качестве седьмой алгебры возьмем сужение баррелевской седьмой алгебры на этот отрезок что это такое значит вот в рукописная с индексом 0 1 это седьмой алгебра которая содержит в себе все множество вот такого вида это отрезок 0 1 пересеченный с а а а пробегает всю седьмую алгебру базовую баррелевскую итак первый этап начали рассматривать вот такое измеримое пространство второе рассмотрим отрезок а b который целиком лежит вот в этом множестве множестве 0 1 для него для него давайте определим меру давайте так вот со звездочкой напишу его ну со звездочкой так просто длину и так мера ли бега на отрезке мера ли бега любого интервала будет равна его длине дальше пусть к рукописная с индексом 0 1 это класс таких множеств отрезка 0 1 давайте напишу так это класс множеств а которые лежат внутри отрезка 0 1 и другое свойство еще есть но я его словами лучше проговорю любое множество из этого класса можно построить с помощью конечного числа операций объединений пересечения и взятия дополнений конечное число таких операций из интервалов из под интервалов отрезка 0 1 и так класс к с индексом 0 1 содержит в себе все подмножества отрезка 0 1 которые можно построить из интервалов применяя операции объединения пересечения и дополнения не более чем в конечном числе любое такое множество любое множество а из вот этого класса к 0 1 имеет вот какую структуру для него существует n конечная натуральная n и числа а и т такие что где и изменяется от единицы до n такие что множество а может быть представлена в виде конечного конечного объединения вот таких вот интервалов причем давайте здесь я помечу что b и т меньше чем а и плюс 1 всегда мы сразу видим что коль скоро выполнено вот то условие которое я сейчас написал множество множество а и т b и т и а и плюс первое давайте я так напишу не плюс первое а еще более общо хотя на самом деле тут можно так и написать а житая b житая не имеет общих точек если и не равно жи ну и тогда для такого множества а мы определим вот эту самую меру ну со звездочкой от а как сумму по и от единицы до n вот таких вот длин составляющих его интервалов с этим все понятно теперь четвертое четвертый шаг мы замечаем что на самом деле класс к 0 1 является алгебры то есть это совокупность множеств замкнутое относительно конечного числа объединений пересечений и взятия дополнений более того не сложно видеть что этот класс порождает Боррелевскую Сигму-Алгеру под множеством отрезка 0 1 дальше произносим магическое заклинание я вам говорил что название теоремы Каротеодори автора этой теоремы фамилия этого человека напоминают с детства нам знакомые заклинания типа абра-кадабра вот давайте так произнесем это заклинание по теореме Каротеодори значит я пишу теорема Каротеодори говорит нам о том что существует единственная мера давайте я обозначу так куда она все уехала существует единственная мера которую я обозначу вот таким образом которая определена на Боррелевской сигма-алгебре под множеством отрезка 0 1 такая что для любого а из класса к 0 1 мю с индексом 0 1 от а совпадает с введенной ранее вот этим соотношением меры мю от а ну вот мю со звездочкой от а мера мю со звездочкой играет вспомогательную роль поэтому я не пишу индекс указывающий на тот отрезок на котором все это дело происходит меру мю 0 1 определенную таким образом существование которой вытекает из теоремы коротеодоре теорему продолжения меры с алгебры на сигма-алгебру мы назовем мерой Лебега на сигма-алгебре вот такой вот на сужение сигма-алгебры Борелевской на отрезочек 0 1 пятый шаг точно так же поступаем для любого отрезка на любом отрезке вида n где n это 0 плюс-минус 1 плюс-минус 2 а и так дальше и на каждом таком отрезке мы получаем меру Лебега на соответствующем отрезке а теперь последний шаг мы замечаем что любое Борелевское множество а из уже полной вот этой самой всей Борелевской сигма-алгебры b мы можем представить любое Борелевское множество мы можем представить в виде объединения по n множество множество вот такого вида а пересеченного с отрезком n n плюс 1 ну и заметим что вот эти множество при разных n не пересекаются и поэтому у нас есть все основания определить меру либега на Борелевской сигма-алгебре вот таким образом это сумма по n я напишу так мю n n плюс 1 от а пересеченного с n n плюс 1 мера мю от а называется мера либега ну какими свойствами обладает мера либега ну во-первых мы замечаем что мера либега от любого одноточечного множества мера либега любого одноточечного множества есть 0 ну и и по построению мера либега не отрицательна и мы замечаем что на вполне бесконечных множествах эта мера принимает бесконечные значения ну например мера либега множества вот такого вида это бесконечность ну вот физический смысл меры либега ну можно считать так что это как бы суммарная длина она определяет меру хорошего множества как суммарную длину составляющих его подотрез ну на самом деле барелевские множества имеют немножко более сложную структуру чем конечное объединение отрезков но тем не менее вот по теорему каратиадоре нам удалось ее определить на этом давайте лекцию закончим спасибо всего доброго